Уважаемые дамы и господа Уважаемые дамы и господа Уважаемые дамы и господа Уважаемые дамы и господа Как возникла идея этой выставки и связана ли это с 50-летием полета в космос Гагарина Или космогодняя и космонавтика Нет, это совершенно разные вещи, никакого отношения к этому это не имеет Занялся я этим делом лет 6 назад этой темой И постепенно шел в таком более широком Я начал с греческой мифологии, а потом постепенно вглубился в различные школы, в различные философские учения И для меня стал раскрываться очень интересный мир представлений о развитии мира Вот работа называется Геката, да? Можно ли сказать, что это одна из центральных работ вашей выставки Космогонии? Ну, я считаю, что у меня каждая работа центральная Дело в том, что все они являются самодостаточными персонажами Геката – это очень известная такая богиня подземного царства Которая по легенде выходит из подземелья каждую ночь в лучах Луны И в сопровождении стаи гонщиков Она владеет подземным миром и влияет на нее То есть, ну, это такая мощная и интересная фигура Это работа ремонта Диссея То есть, зачем его ремонтировать? Это очень интересная тема на самом деле Дело в том, что Одиссей – это не просто мифологический герой Это психотип Это такой человек, который всегда стремился к горизонту То есть, человек, который видел перед собой только горизонт и пытался его достать Причем все знают о том, что горизонт недостижен Но, тем не менее, люди все равно стремятся туда, что недостижен И на пути к горизонту Одиссей были эти люди, которые к этому стремятся Они разрушаются, они устают, они ломаются И время от времени им нужен какой-то отдых, передышка Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok